Все это несколько нечестно, так как я не горел желанием говорить на эту тему, но устроители конференции обязывают меня делать это, приходят ко мне и дают задания, так сказать, уведомляют о теме моего выступления. Как вы уже видели на экране, темой моей речи будут два вопроса. Каждый из них для того, чтобы рассмотреть их более или менее подробно, заслуживает целой серии выступлений. Они хотят, чтобы я это сделал за один раз, а это невозможно. Я не буду этого делать, потому что просто не могу этого сделать. Так что моя речь будет своего рода кратким вступлением касательно этих двух вопросов. Первый, что есть зло? И второй вопрос, откуда оно взялось? Когда меня спрашивают, что есть зло, я тут же с важным видом отвечаю. Это зависит от значения глагола есть. Это совсем не шутка. Я говорю серьезно, потому что глагол есть имеет разные значения. Так что существует ли зло вообще? Все это может показаться для вас странным, но хочу с уверенностью сказать, что зла самого по себе не существует. Почему? Да потому что зло это ничто. Не слишком ли быстро я говорю? Тогда еще раз, зло это ничто. Прежде чем вы сделаете вывод, что меня куда-то понесло, ведь некоторые из религий вообще отрицают зло, а реальность рассматривают как некую иллюзию. Так что проясню, что я имею в виду, говоря, что зло это ничто. Перед тем, как объясняться, расскажу вам краткую историю. Однажды мне пришлось беседовать на тему природы зла с людьми, которые полагали, что зло это иллюзия. Так что я спросил моих оппонентов, а не думают ли они, что и я являюсь иллюзией. Может и я есть не более, чем плод их воображения. Мой оппонент ответил, что нет, он так не думает. И сказал, что я реальный. Тогда я ответил, что зло не является иллюзией, и задал ему следующий вопрос. Как ты думаешь, когда я говорю, что зло это не иллюзия, это хорошо? или плохо? Он ответил плохо. Вот тебе и доказательство, что зло это не иллюзия. Ну, что я имею в виду, говоря, что зло это ничто. Этимологически, ничто это комбинация двух частей речи, частицы отрицания и вопроса. Но в английском он связан с существительным. А теперь о причине этой, так сказать, заумности. И она очень простая. Сегодня большинство людей полагает, что зло это какая-то независимая субстанция. Например, находится в воде, которую мы пьем или, как вариант, прячется где-то в облаках и представляет собой некую силу, которая независима и существует сама по себе и влияет на вашу жизнь и, в целом, на мир. Так что, отвечая на вопрос, что есть зло, надо начать с ответа, а чем оно не является? Это не нечто, то есть это не субстанция, обладающая самостоятельным существованием. Зло не существует как субстанция и не обладает онтологическим статусом. Зло это действие того, что обладает существованием, то есть является чем-то. Я есть нечто, так же как и вы, и если я не делаю того, что является хорошим, тогда я делаю нечто плохое, то есть делаю зло. То есть зло это действие того, кто существует, но оно не обладает независимым существованием. Разумеется, что наш первый и второй вопрос связаны и далее даст Бог, вы поймете, почему определение зла является очень важным определением. Потому что оно объясняет ответ на вопрос, а откуда зло появилось? Вернемся к тому, что зло это не что. Два знаменитых богослова из прошлого, которые рассматривали этот вопрос, вы с ними знакомы. Это Августин и Фома Аквинский. Разумеется, что оба использовали латынь. Без нее богословия тогда не существовало. Так вот, для описания природы зла и его определения, они использовали два латинских слова. Негатио и праватио. От слова праватио происходит английское слово «privation», а от слова негатио происходит «negation». Оба использовались для определения зла. Негейшин – это отрицание. То есть, определяя что-то, говорили, что это что-то чем-то не является. Например, говоря о Боге, мы утверждаем, что Он бесконечен. А это значит, что Он не конечен. Например, когда мы говорим о характере и быть Бога, мы говорим, что Бог инфинит. Что это значит? Это и есть негейшин. Августин и Фома Аквинский, обсуждая природу зла, отмечали, что Библия о нем говорит, как о тайне беззакония. Во-первых, нам надо определиться с тем, чем зло не является. В этом смысле зло может быть определено только в сравнении с добром. Например, Библия определяет зло как безбожие, нечестие, неправедность, несправедливость и т.д. Очевидно, что библейские определения зла – это либо отрицание, либо нечто противоположное утверждением добра. То есть несправедливость понимается в сравнении с тем, что ранее уже было определено как справедливость. Неправедность может быть понята только в сравнении с тем, что уже определилась как праведность и представляет собой стандарт. Этот стандарт и определяет то, что есть неправедность и т.д. Достаточно просто понять негативную концепцию того, как описывается зло. Богословы прошлого говорили о зле как о чем-то паразитирующем на добре, и без добра оно просто не может быть понято. Зло не обладает независимой природой и существованием. Оно негативно искажает или отрицает стандарт добра. Ровно это происходит с паразитом. То есть, если носитель паразита умирает, то умирает и сам паразит. Паразит в своем существовании полностью зависит от носителя. В онтологическом смысле у нас ровно эта же картина со злом. То есть, его просто невозможно ни описать, ни определить независимо от добра. Помните, Августин и Фома Аквинский в отношении зла еще использовали слово «праватио». Я уже об этом говорил. Оно связано с нехваткой или недостачей. Если вы не обладаете тем, чего хотите, то это еще не означает лишение. Ну вот, если речь идет о том, что вам необходимо для жизни, то можно сказать о лишении. Чего-то недостает, чего-то того, что необходимо для вашего существования. Весьминстерский катехизис построен так, сначала идет вопрос, а затем на него дается ответ. Так вот, в катехизисе звучит вопрос, что есть грех. И если вам знакомо содержание этого исповедания, вы знаете ответ. Тем не менее, озвучу ответ из катехизиса. Грех – это недостаточное сообразование с законом Божьим или его преступление. В этом катехизисе моральное зло определяется как недостаточное сообразование с законом. А праведность подразумевает полное, то есть совершенное сообразование с законом Божьим, то есть исполнение Божьих повелений. Грех – это не послушание закону, его неисполнение, и недостаточное сообразование с Божьими стандартами праведности. Так что положение катехизиса совпадает с термином «праватио» и говорит о преступлении закона Божьего. Теперь от простого негатия и праватия двинемся дальше. Реформаторы 16 века добавили к классическому определению зла еще одну латинскую фразу. Разумеется, они соглашались с негатио и праватио. Но во избежание выводов об иллюзии зла добавили еще одну фразу, отмечающую, что хотя зло и не существует само по себе, тем не менее, оно оказывает разрушающее действие. Зло инициирует активное непослушание Слову Божьему. Реальные существа реально действуют и творят реальное зло. Моя играя. Зло иниции. Зло инициатива, 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 инициатива. Город. Все ли понимают, о чем я говорю, надеюсь, что все? Сказанное является началом ответа на вопросы, что такое зло и откуда оно происходит. То, о чем говорили ранее, это не самое трудное в отношении этих двух вопросов. Теперь о происхождении зла, как оно ворвалось во Вселенную, которую сотворил Всецелос Святой, праведный и благой Бог. А ведь Он не только сотворил Вселенную, но и управляет ею. Если Бог свят, праведен и так далее, как Он может терпеть зло в Своем творении? Вопрос происхождения и наличие зла во Вселенной называют Ахиллесовой пятой христианства. Из школьной программы вы помните этого мифического героя. Ахиллеса можно было сразить, только попав ему в пятку, которая была не защищена. Это миф о том, как мать окунула своего сына в реку, держа его за пятку. То есть, пята Ахиллеса являлась его единственно уязвимым местом. Критики христианства говорят, что происхождение зла во Вселенной является его Ахиллесовой пятой. Ведь всецело, благой и святой Бог сотворил Вселенную и управляет ею. Христиане зачастую пренебрегают этой проблемой. Философ Джордж Стюарт Милл сказал, что наличие зла во Вселенной несовместимо с идеей благого Бога. С одной стороны, Бог является всемогущим и обладает полнотой власти. С другой стороны, он является благим и любящим. Джон Милл видел в мире болезни, страдания, печали, моральное зло и делал вывод, что эти два утверждения относительно Бога, то есть о его благости и могуществе в свете реальности зла, логически несовместимы. Они просто не могут вместе сосуществовать. Милл говорил следующее. Если Бог является всемогущим, то есть он обладает силой сотворить Вселенную без зла или освободить ее от него, но не делает этого, тогда он просто не может быть благим и любящим. Как он, будучи всемогущим, может видеть и терпеть боль, страдания, зло и так далее во Вселенной, которую сам сотворил, и не удалить всего этого, значит, он просто не является благим. Но, с другой стороны, он является благим и любящим. И, тем не менее, не освобождает Вселенной от наличия в ней зла, которое бросает грязное пятно на его творение, подобно разлитой нефти на поверхности моря. Видящие это пятно люди понимают, что это катастрофа, и удаляют пятно. А Бог не удаляет зло, значит, он не обладает полнотой силы. Так что философ Милл делал вывод, Бог либо не всемогущ, либо не благ. Разумеется, есть адекватный ответ на подобные утверждения. Позднее даст Бог, поговорим об этом подробнее. Но прежде чем ответить на вопрос о происхождении зла, Замечу, что у меня на него есть два ответа. Один из них очень короткий. Итак, откуда появилось зло? Я не знаю. Может быть, и для меня после этого было бы лучше просто сесть и замолчать. Но прежде чем я сделаю это, могу сказать, почему я не знаю. Сорок лет тому назад я читал лекцию на эту же тему, и одним из моих слушателей был мой научный руководитель, доктор Гершнер. И тогда я тоже сказал, что не знаю, как объяснить происхождение зла. Думаю, что не появится такого человека, который бы смог ответить на этот вопрос. Ни философы, ни богословы не могут вразумительно, по крайней мере для меня, на него ответить. Я не мудрее Агустина, Фомы Аквинского, Кальвина, Лютера, Эдвардса и прочих. Все они также испытывали затруднения с этим вопросом. Я закончил мою лекцию. Гершнер отвел меня в сторону, и он был явно раздражен моей лекцией. Я спросил его, в чем дело. Он сказал, да вы молодой человек, очень высокомерно. Вы сказали людям, что вы не знаете, откуда произошло зло, и что не можете этого объяснить. Это нормально. Но вам всего лишь 30, и вы полагаете, что вы уже обладаете всеми знаниями, и никогда не сможете этого объяснить. Например, завтра. Я сказал, ну, Фома Аквинский не смог, Августин не смог, Эдвардс не смог. А они намного умнее меня, так что вряд ли я смогу решить проблему, которую они не смогли. Гершнер упрыгнул меня за то, что я ляпнул. Ведь из моих слов можно было сделать вывод, что я будто уже достиг полноты всех знаний. Но теперь, спустя 40 лет, в защиту моих слов, снова скажу, что до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Замечу, что не по причине того, что я не пытался на него ответить. Этот вопрос включает в себя идею теодицея. Сколько из вас знают, что это такое? Хорошо, обогатим ваш словарь. Теодицея – это сложносоставное слово, и состоит из двух важных библейских греческих слов. Теос – Бог и Дикаяс – праведность. И от него же происходит оправдание. Таким образом, теодицея – это оправдание, или интеллектуальная защита Бога в отношении происхождения зла во Вселенной. Короче, это попытка ответить на критику Джона Стюарта Милла и других. Так сказать, оправдать Бога в связи с проблемой зла. В своей жизни я изучал разные попытки теодицеи. Ну, ни одну из них не нашел удовлетворительной. Вскоре скажу о той, которая, по моему мнению, является лучшей. Но и она не является полной. Без преувеличений, и это не гипербола. Моя жена может подтвердить это. Где-то раз в месяц я получаю письмо, автор которого утверждает, что разрешил проблему происхождения зла. Конечно, я вежливо отвечаю на эти письма, но пишущие мне люди просто не видят всей глубины проблемы. Разумеется, я рад тому, что они озабочены этим вопросом. Не видя всей серьезности вопроса, зачастую авторы писем дают упрощенные ответы. Наиболее часто, как вы понимаете, в этих письмах говорят о свободной воле человека. И, конечно, первых людях, через которых зло пришло, ну и, конечно, о сатане. Конечно, в этих письмах говорят о способности человека выбирать. Что эту способность человеку дал Бог, сотворивший его. Пишут о том, что первые люди сделали свободный, но неверный выбор, который и повлек за собой зло. Так что, типа, никакой проблемы нет. Грех пришел через свободную волю человека. Адам и Ева свободно решили не послушаться Бога. Та же история с Люцифером. Добрый ангел стал падшим после того, как выбрал не слушаться Бога. Так сказать, после реализации своей свободной воли. Разумеется, я всего этого не отрицаю. Не отрицаю того, что все эти решения являются злыми. Я хочу лишь заметить, что все перечисленное не решает проблемы происхождения зла. Потому что наш моральный выбор предваряется моральной склонностью. Здесь было бы уместным вспомнить работу Эдвардса о свободе и воле. Ведь злой выбор возможен только при наличии соответствующей склонности, или, так сказать, предрасположенности к такому выбору. Конечно, Адам, Ева и Сатана выбрали. Кто спорит? Но вопрос-то заключается в том, откуда в них появилась склонность к такому выбору. Что подтолкнуло, склонило Адама и Еву к тому, чтобы они ослушались Бога? Католики также пытались ответить на этот вопрос, в связи с чем у них возникло целое учение. На латыни оно называется concupiscence. Это учение неоднозначно и спорно. Типа падение случилось из-за греха, который не грех. Кажется, что в этом есть смысл, ведь несовершенный грех еще не грех, так как еще не было самого действия. Но ведь такой грех является греховностью, то есть при наличии такой склонности уже можно говорить о падении еще до самого действия. «Разве вы этого не видите?» Большинство людей просто не хотят этого замечать и говорят о свободном выборе первых людей. Но все это не отвечает на вопрос «Почему?» Ведь люди были сотворены по образу и подобию Бога, сотворены хорошими. И вот они выбирают непослушание. Если в выборе нет предварительной склонности и предрасположенности, то выбор вообще не может быть моральным. Если человек поступает спонтанно и без намерений, тогда он не может быть моральным творением. Люди смотрят на третью главу «Бытия» и говорят «Ну, Сатана соблазнил первых людей», то есть заставил. Это древний аргумент. Типа, Ева предложила свою версию Тедыции, которую затем поддержал Адам. Сказав «Ты дал мне эту женщину, она и ввела меня в грех». Тогда Бог получается крайним. Ведь это Он дал Адаму жену. А о власти жены Адам не мог противостоять. Ты типа сам дал мне помощницу, вот она и послужила причиной моего падения в пропасть. Все эти объяснения о демонических силах, которым невозможно противостоять, извиняют человека и не являются причиной для его осуждения. Но Писание-то ясно говорит об осуждении человека. Адам и Ева типа не виноваты, так как они не могли противостоять искушению сатаны. Все это не решает проблемы. Более того, подобные объяснения искажают текст самого Писания. Сатана описывается как самый хитрый. Вот он подходит к Еве и соблазняет ее, так сказать, дурит, морочит Еву своими аргументами. Так что та в результате манипуляции сатаны впадает в грех по незнанию. Если бы это было так, тогда ее незнание было бы невинным. Тогда и она была бы невиновной, а Бог был бы злым, так как тогда Он бы наказал невиновную. Снова такая позиция о незнании человека искажает текст. Ведь Бог ясно сказал то, чего люди делать не должны. И Он также сказал о последствиях нарушения этого запрета. Разумеется, сатана бросает вызов словам Бога. Вы не можете есть ни от какого дерева вообще? Сатана прекрасно знал, что Бог этого не говорил. И вот Ева выступает в роли первого апологета и отвечает, нет, мистер змей, Бог этого не говорил. Мы можем есть от любого дерева в саду. Но есть только одно дерево. И вот если мы съедим от него, то точно умрем. И сатана говорит, нет, не умрете. Бог творит людей не падшими. Тела были другими. Наша немощь – это результат нашего греха. Разум человека еще не был помрачен, не был разрушен первородным грехом. У человека была способность ясно мыслить. Эйнштейн, Фома Аквинский и прочие не идут с этим состоянием ни в какое сравнение с этой способностью еще не падшего человека. Ева ясно видела нарушение закона о непротиворечии, ведь змей сказал ей, нет, не умрете. А это диаметрально противоположно тому, что сказал Бог. Сделаете А, непременно получите Б. Приходит сатана и говорит. Сделаете А, и никакого Б не последует. Дьявол явно отрицает чистоту и истинность самого Бога. А Ева почему-то ведется на слова змея. Ева не могла сказать, что ее незнание было причиной для греха. Сатанинский обман первых людей не изменяет их, потому что они обладали моральной способностью увидеть и распознать в словах сатаны противоречия Слову Божьему. У них была способность следовать за истиной, а не за ложьей. Так что подобные объяснения несостоятельны и падают под своим собственным весом. И что у нас остается? Швейцарский богослов Карл Барт называл проблему с происхождением зла невозможной возможностью. Сама эта фраза содержит явное противоречие, является, так сказать, бессмыслицей. В этом конкретном случае Барт не только прибегает к своему излюбленному способу диалектического мышления или парадоксам, используя которые он часто показывал суть того, о чем он, собственно, говорит. Барт понимал, что зло должно быть возможным, иначе его бы просто не было. Но в то же самое время, каким образом это стало возможным, понять невозможно. Это, по крайней мере, кажется невозможным. Но, тем не менее, это случилось. Потому он и использовал эту фразу, невозможная возможность. Но это еще и необычный способ поднять руки вверх и сказать, я не знаю, я сдаю. Гершнер говорил Барту, Карл, ведь ты пока еще не умер. Так что не сдавайся, а то станешь таким же высокомерным, как и этот парень из Питтсбурга. Речь идет о самом спроме. Одна из привлекательных теодицей по этому вопросу была предложена немецким философом Лейбницем. В своей теодицее он использовал три формы зла. А именно говорил о метафизическом зле, физическом и моральном. Все знают, что из себя представляет физическое зло. Это ураганы, землетрясения, болезни и так далее. В этих случаях мы говорим плохо. Например, наш врач сообщает нам о плохом здоровье. Это физическое зло. Физическое зло не является моральным. Разумеется, что библейские они связаны. Метафизическое зло это метафизическое несовершенство. Есть только одна совершенная сущность. Это Бог. Он совершенен во всех своих атрибутах. Бог самодостаточен, вечен, неизменен, всеведущ и так далее. И даже Бог не может сотворить другого Бога. Можно услышать, но ведь Бог может сделать все, что угодно. Нет. Бог не может быть Богом и не Богом в одно и то же самое время в том же самом смысле. Не может создать камня, который он сам и не сможет поднять. Так же Бог не может сотворить второго Бога. Почему нет? Потому что второй Бог по определению будет творением. Он не будет самосуществующим существом. Он не будет вечным. Он будет вечно зависимым от первого Бога. Все, что творит Бог по своей природе, будет меньше того, кем он является. Я не открываю Америке. Библия ясна, отличает Творца от Творения. Так что мир, который сотворил Бог, по определению уже в этом смысле не будет метафизически совершенным. Ведь в любом случае творение не будет дотягивать до того, кто его сотворил. Он должен быть непрофессионным метафизически. Всем понятно? Вот Лейбниц и говорил, что это метафизическое зло превратилось в физическое зло, и оба вместе произвели моральное зло. Очень хитрый аргумент. Но он делает Бога автором зла. А также извиняет человеческое непослушание, то есть грех человека. О Боже, чего же ты от меня ожидаешь, коль скоро ты сам и сделал меня таким. Сделал человеком. Я конечен. Я это не ты, я конечен. Я обусловлен в своем существовании и происхожу от тебя. Я по необходимости являюсь морально несостоятельным. Аргумент, оправдывающий наш грех, нашей конечностью, то есть аргумент Лейбница, Тилеха и других философов, к этому аргументу снова и снова прибегают, изменяя его форму. Он же присутствует в письмах, которые приходят ко мне. Авторы этих писем пытаются объяснить происхождение зла, типа, мы конечные, потому мы склонны ко греху, и очевидно грешим. Я же указываю им на то, что если грех – это необходимость конечности, тогда он извинительен. Как тогда Бог может говорить о нашей вине? Вольтер написал книгу под названием «Кандит». В ней он прибегает к сатире и смеется над Тиадецией Лейбница. Если читали эту книгу, то знаете ее героев. Знаете оптимиста Пангласа, который говорил, что этот мир – лучший из всех возможных. Бог сделал лучшее, что он вообще мог сделать. Книга была написана после Лиссабонского землетрясения, от которого пострадало население Португалии. Так что в свете этого землетрясения, Вольтер смеется над Лейбницей. Смеяться не буду, но хочу сказать, что аргумент Лейбница меня также не убеждает. Добавлю еще несколько соображений по этому поводу. Они могут вас шокировать, а также их легко неправильно истолковать, но тем не менее. Библия ясно говорит о том, что называть зло добром является грехом. Называть добро злом – также грех. И этот грех мы совершаем каждый день, всякий раз, когда пытаемся объяснить наше непослушание, нашу моральную греховность благими намерениями. мы приукрашиваем наш грех, отвергаем нормы Божьего благого закона и говорим, что-то с ними неправильно. Мы не слушаемся закона, потому что считаем его недостаточно хорошим. А это и есть вариант того, как мы называем доброе злым, и наоборот. Ясно скажу, что зло – это не добро. Но это хорошо, что есть зло. Еще раз, зло не является добром. Но это хорошо, что есть зло. иначе его бы просто не было во вселенной, которой правит совершенный и благой Бог. у Бога есть своя благая цель для появления зла в этом мире. В некотором смысле, Августин был прав, сказав, что зло назначено Богом. Да, Бог именно назначил появление зла в мире. Если бы Он этого не назначил, оно бы и не появилось, потому что зло не обладает силой и властью над суверенным Богом-промыслителем, который управляет всей вселенной. Одно из самых популярных библейских мест, которое снова и снова цитируется евангельскими христианами, находится в послании к римлянам. 8.28 Оно звучит так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Бог не мог дать такого обещания и сдержать его, если только Он не обладает суверенной властью над злом. Мы полностью полагаемся на это обещание. Оно ободряет нас, и неважно, сколько всякого рода неприятностей с нами случается. Конечно, Бог не говорит, что напасти хороши сами по себе. Нет, Он утверждает, что они содействуют нашему благу. В конечном итоге, Бог обратит наши напасти к нашему же благу. Если Бог не обладает властью над злом, то Он не мог дать такого обещания. Всем понятно? Разумеется, я не знаю и не понимаю всех целей Бога. Не знаю, почему, как отмечает Августин, он назначил появление зла в этом мире. Наивность вроде той, чтобы увидеть разницу между злом и добром, не работает. Мой отец говорил, «Тебе не надо жить в мусорном баке, чтобы убедиться в том, что он дурно воняет». Но он сделал это для искупительных целей. История Иосифа является классическим примером для этого. Вот он встречается со своими братьями, которые позорно предали его, продали в рабство и все остальное. Вот они узнают в египетском премьер-министре своего брата, ужасаются и боятся его гнева. Но Иосиф говорит, «Я, конечно, не Бог, но я знаю, что вы сделали. Да и вы знаете, мне известны ваши злые намерения, вы думали причинить мне зло, но Божьи намерения были к моему благу». Непростая концепция. Кто в конечном итоге, кто предал Христа в руки язычников, чтобы они убили его, и чье это было благоволение наказать его? Это было благоволение Господа. Самое позорное деяние во всей истории человечества сегодня мы отмечаем как Страстную Пятницу. Мотивы предателей были одними, и, конечно, они ответственны за них, но Бог своей суверенной властью растоптал злые замыслы людей. Распятие Христа – это замысел Бога. Это не случайность. Бог обладает способностью использовать зло для абсолютно чистых и святых целей. До конца мы поймем это только в состоянии славы. зло не обладает антологическим статусом, то есть антологическим существованием. И хотя у нас проблема с пониманием происхождения зла, они несравненно меньшие в сравнении с проблемами неверующих. Ведь понять зло можно только в контексте добра. Зло возможно только при существовании добра. Скажу иначе, только при существовании добра зло становится проблемой. не напрямую, но тем не менее. Существование зла указывает на реальность добра. То есть это аргумент не отрицающий Бога, а наоборот утверждающий бытие благого Бога. У язычников две проблемы. Одна связана с существованием добра, а вторая с существованием добра и благого Бога. Сегодня многие язычники говорят, что нет ничего злого или доброго. А есть только личные предпочтения. именно так релятивисты и говорят. Но это до того момента, как у них украдут кошелек. Когда у них исчезает всякий релятивизм. И они кричат, что это типа неправильно, и зовут на помощь полицию. И начинают искать справедливости. зла. Да, я сказал, что не знаю. Но надеюсь, что вы поняли, почему я не знаю? Ведь вопрос появления зла это тайна беззакония. Хотя я не знаю и полностью не понимаю вопроса происхождения зла, но я ясно знаю будущее зла. знаю, знаю, с ним будет покончено. И Бог удалит всякое зло из вселенной. Зло моральное, физическое и метафизическое. Во Христе мы являемся наследниками нового неба и новой земли. А там не будет ни слез, ни смерти, ни болезней, не будет греха. И нет греха.